Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем моделировать платье по просьбе подписчика к Новому году. Платье, которое мы сегодня будем рассматривать, это такого прилегающего силуэта типа футляр. Но при этом платье будет иметь вот такой вот асимметричный вырез, который будет идти от горловины и под линию проймы. То есть с одной стороны у нас плечо вот здесь вот полностью открыто и будет иметь такой с одной стороны широкий валан и будет переходить он тоже как бы асимметричный в более короткий под сторону открытого плеча. Будет иметь выточки по спиночке, впереди выточки талиевые будут и выточка нагрудная, она может быть как пересена в боковой срез, так мы можем ее и оставить там где она у нас собственно говоря есть, она будет прикрыта валаном, это уже по усмотрению. Это платье очень хорошо будет смотреться из ткани, если ткань будет немножечко с эластаном, тогда будет возможность вам не ставить замочек, либо ткань если без эластана вы будете выбирать, то конечно вы будете ставить замочек в боковой срез. Итак, давайте приступим и будем моделировать. Моделирование нам понадобится выкройка основа и мы должны будем спиночку и вперед вот так вот сделать в развернутом виде, чтобы мы могли моделировать. И начнем моделировать со спиночки. Как вы видите, будет моделирование здесь простейшее, что мы должны с вами определиться, на сколько мы хотим открыть горловину и плечевой срез. Ну, поскольку плечевой срез здесь будет переходящий в такой валан большой, то он не нужен, чтобы у нас был такой длинный. Поэтому мы его будем сокращать на 3-4 сантиметра и прорисовываем как бы новую линию проймы. Вот здесь вот определитесь с линией проймы, если вы хотите, чтобы она у вас была не сильно открыта, возможно сначала приподнимите по 1 сантиметру вверх и увеличите боковой срез, вот эту вот высоту. А потом определитесь при примерке, подходит вам, не подходит, так вы хотите или не так. Расширяем горловину, тоже сантиметра на 4, и далее к линии пройме проводим вот такую вот плавную линию. Вот мы ее провели. Ну, естественно, если вы 1 сантиметр здесь добавили, мне не к чему здесь проводить, значит вы проводите от вот этой точечки, которую увеличили. Дальше, по желанию, вы можете платье немножечко заузить. То есть мы рассматриваем сейчас простейший вариант платья и валанчик. Все, вот моделирование спинки у нас окончено. Переходим к передней части. Моделирование переда. Мы точно так же заузим юбочку, если вы заузили ее по спинке. Если вы не зауживаете, пожалуйста, ваше желание. Теперь для того, чтобы нам было легко моделировать верхнюю часть, мы пока вытачки на грудные перенесем в боковой срез. Делаем надрезы до вершины вытачки. Вытачки закрываем. Здесь точно так же, если вы приподнимали пройму на один сантиметр по спинке, то тогда вы приподнимаете пройму и здесь тоже на один сантиметр. И если вы ее оставили без изменений, оставляем без изменений. А горловину расширяем тоже на 4 сантиметра, но тогда уже с одной стороны. И смотрите, она у нас будет идти как бы асимметрично. Вот идет наша спинка, да, вот ее лицевая сторона. Вот я ее, допустим, переворачиваю. То тогда лицевая сторона, вот видите, изгиб идет в эту сторону. Вот. А если мы вот так посмотрим, как бы в одну сторону уходит сюда, в другую сторону, вперед-обратно. То есть, вот это вот, пожалуйста, тоже учитывайте. Дальше, что мы делаем. Вот мы отступили 4 сантиметра, и мы должны вот к этой точечке, или если вы ее углубили, вернее, подняли выше, тоже провести вот так вот линию. Вырезаем. Плечевой срез укорачиваем сантиметра на 3-4. Он должен быть у нас одинаковый. Вот если мы будем прикладывать, то одинаковый он должен быть длины. Вот я прикладываю, отмечаю. Вот одинаковый. Все, срезаем. И, срезая, вот смотрите, пройму, когда мы срезаем, мы не срезаем ее полностью вот так вот до низа, не убираем вот здесь вот ширину. Убираем только с плеча до середины, как бы, проймочки. Вот так вот. Теперь, по желанию, мы можем вытачки на грудные оставить в боковых срезах. Если мы не хотим оставить в боковых срезах, мы можем их спрятать под валан. То есть, вернуть назад. Ну, вот, допустим, возвращаем мы их назад. Мы не хотим, чтобы у нас на платье были боковые срезы. Возвращаем. Ну, а здесь вот вы должны, опять-таки, посмотреть и определиться. Вот эта вытачка, перекроется она у вас полностью валаном, или не перекроется. Возможно, вы... То есть, какой у вас будет величины валан. Это вы уже определитесь сами. Все. Вот у нас моделирование платья окончено. По платью нам осталось теперь сделать валан. Что нам необходимо? Для валана нам нужно будет измерить две длины. Ну, это нужно делать уже после того, как вы выкроили платье, сметали, сделали примерку, определились полностью с вашей линией открытого плеча. То есть, где она у вас есть. Возможно, вы ее чуть-чуть углубите где-то. После того, как вы сделали примерку, что мы делаем? Убираем по одному сантиметру. Вот на шов у нас будет идти. Вот здесь вот сантиметр. И здесь убираем один сантиметр и один. Как бы отминусовываем. И измеряем длину. От точки до точки. И здесь точно так же измеряем длину. Измеряем и подсчитываем, сколько у нас будет. Ну, допустим, у вас будет сантиметров 70 возьмем. Это я беру так, как бы, образно. У кого-то это будет 80, у кого-то 90 сантиметров. В зависимости от вашего размера. И теперь нам нужно будет начертить. Вот я нарисовала как бы круг. У нас этот будет круг не одинаковый. Потому что у нас ширина разная. Вот в области плеча и в области бокового среза. Вот бачок у нас идет. Она разная. Но нам с вами нужно будет вот этот вот внутренний круг. Он должен быть равен величине, которую мы с вами посчитали. Ну, давайте возьмем вот за основу, допустим, 90 сантиметров. Что нам нужно сделать? 90 сантиметров мы должны разделить на 6. Возьмем одну шестую. И у нас радиус должен будет равен 15 сантиметров. Вот здесь вот, когда мы считаем, что радиус равен 15 сантиметров, у нас всегда вот будет вот здесь вот растягиваться. Поэтому возьмите на 1 сантиметр меньше. Возьмите 14. Все равно оно у нас подтянется, чтобы не было потом излишка ткани. И вот от центра мы откладываем по 14 сантиметров и прорисовываем круг. Далее, что нам нужно сделать? Определиться с шириной валана. И дальше мы прорисовываем. Либо валан одинаковой ширины, либо валан разной ширины. Что мы тогда делаем? Тогда у нас вот идет круг, он у нас остается без изменений. А валан мы можем с вами прорисовывать. Ну вот, допустим, находим, что у нас где-то здесь центр. Это будет боковой срез, определяем. И делаем его вот так вот уже. И прорисовываем с одной и с другой стороны, чтобы было одинаковое. Ну, для того, чтобы было одинаковое, просто мы берем одну сторону, срезаем. Можем еще меньше вот так вот срезать. Дальше мы можем просто перегнуть, как бы сложить пополам. Вот если мы возьмем и нарисуем. Вот, допустим, у нас центр. Сгибаем. Я не знаю, я четко по центру перегнула или нет, потому что я его не определяла. И вот мы с вами теперь вырезаем. Ну, вам надо как бы выкроить одну-вторую часть. Можно сделать не полностью весь круг, а можно даже сделать вот одну-вторую. Ну, немножко, видите, я ушла, потому что я не перегибала. Вот эта часть, она может быть вообще у нас цельнокроенной. Волан может быть цельнокроенной. Поэтому мы можем вырезать в виде такого неровного бублика. И мы получаем валан. За счет того, что ткань будет у нас... Вот, смотрите, я бумагу расправляю. Видите, как у нас поднимается она. И у нас ткань будет ложиться вот так вот волной. Вот этот круг мы можем сделать по желанию вашему. Он может быть выкроен вот таким вот образом, как я показала. Точно так же мы его можем выкроить. Если вы хотите, чтобы он был очень уж у вас волной ложился, то тогда нужно выкраивать из расчета вот эту вот часть из двух частей. И тогда его необходимо будет сшивать, этот валан. Что значит из двух частей? Итак, смотрите, мы взяли с вами 90 сантиметров за основу. И вот мы выкроили. Вот у нас вот этот округ весь. Это 90 сантиметров. Но мы хотим, чтобы у нас было вот, если так на него посмотрим, это как бы солнце. А мы хотим двойное солнце. Поэтому нам нужно будет вырезать вот таких вот два круга, ну, чтобы радиус вот здесь вот у нас был не 14, как мы считали, а в два раза меньше. То есть мы тогда берем и откладываем в два раза меньше. И делим мы не 90 сантиметров, а 45 мы делим на 6. Получается 7 с половиной. Ну, мы 5 миллиметров отнимаем. И мы выстраиваем 7 сантиметров. Вот я сейчас вот так вот прорисую. То есть 7 сантиметров, 7 сантиметров. И теперь у нас вот этот вот круг, я его как бы нарисовала практически одинаковым, но отложила я от центра уже по 7 сантиметров. Тогда у нас вот этот весь круг будет равен 45 сантиметрам. И мы здесь рисуем вот такой вот овал. Как бы он круг не полностью идет, да? Мы его находим опять-таки центр. Делаем один край меньше. Теперь мы делаем только один край меньше. Потому что второй край, сейчас я вам покажу. Вот мы тогда будем делать с вами шов. Вот мы разрезаем. И вот таких вот нам нужно будет сделать две детали. Две детали, которые мы должны будем стачать. У нас как бы сам вот этот вот круг будет меньше в два раза. Но сами волны, сам валан будет намного больше. И намного красивее будет ложиться. Итак, смотрите, что у нас будет. Вот мы вырезаем. Вот это пойдет тогда у нас к плечу. Ну вот как бы. И будет еще одна деталь, которую мы должны будем стачать. по линии плеча. А вот этот край тогда у нас пойдет под линию руки. Под руку. И будет раскладываться вот только вот так вот. Одна деталь, допустим, наперед будет идти. И еще точно такая деталь нам надо будет на спинку. То есть их тогда будет две детали. И волан будет очень красивым. Ну вот, в принципе, я думаю, что по воланам мы разобрались. То есть воланы вы будете делать, если захотите. Но я вам как бы рекомендую, если вы хотите вот такое вот платье, все-таки сделать два волана. Тогда он будет ложиться намного красивее. Потому что это будет, ну, слегка, совершенно слегка такой вот волной ложиться. По моделированию все. Также был еще вопрос, а как же обработать волан? И вот в следующем видео мы как раз с вами и рассмотрим способы обработки вот такого вот волана. На этом все. Всем пока. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok